вот и пришли к удочке ничего посмотрим если хоть что-нибудь за наше время отсутствие ух ты ребята остыл конечно третий день просыпаешь все мокро температура простуды скачили но как говорится только вперед комарев куча вот так есть вот сыскарь ну сыскарь только про грибы разговаривали ножик у меня в глудке привет друзья идем на рыбалку идем да на рыбалку травы наросло куча смотри прям на тропинке да прям на тропинке беленький травы поросло вот какой он червивый но червивый но тем не менее но тем не менее это гриб же да это гриб и тем более порядочный гриб да конечно куда же на гриб ловить если только сейчас мы посмотрим да казалось бы вода должна убывать и травы да помните последние разы у меня еще один сапог блин правда протекает вот это свято ну уровень воды я скажу вообще не упал ну чуть-чуть это не считается что сантиметр взял с собой спиннинг даже так ну сейчас будем располагаться новое место новое место да ну тут затишь такого нет течения вот это дает отбой и туда идет яма только интересно что там на дне я вот бросал бы здесь вот и не было зацепов но ничего не поймал да ну я уже дождик был я посидел час я пока место нашел пока вот соснул вон вон мишка видишь топором ее срубил я руками ломал ее извините за сопли блин заболел так ну чё разбираемся айд кукушки думал кто орет блин а так опять прибавились и тут да смотри не было вот этой вот который лежит я вам хотел еще вот место вон где сосна лежит я же думал если вот сейчас это вон там он попробует сесть под той сосной я пойду пока в гонку раз я гороху сварил да он сварил гороха пойдет туда за поворот в гонку но мы потом к нему сходим я буду ловить вот так 6 метровое удилище полудонка сейчас попробую что да как на крайняк да часок посижу если нет то вон побрызгайся если нету одену вертушку может быть какой нить ясь пойдет а горох хороший горох варится быстро офигенный заеду к девкам молодцы девки сказали прям говорит запаривать не надо вообще супер 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 так ну ладно все я сейчас пока раскинусь закинуть и посмотрим что здесь ждет а то мы сейчас оторву и все расслабляемся со снастями вот я взял Лех Сумин привет тебе крючочки на всякий пожарный ну и для поводков 0,12 сама сейчас она все что можно разбираться а надо черви разделить сейчас это вот а горох тебе что-то много на горох да мне конечно немного ладно разбираемся я уже упрел в принципе погода то жаркая только единственное что что бросил я сейчас сумку уберу стульчак потому что все очень сыро уже на заднице не покатаешься ну соответственно здесь вот рифтомид что только не пробовали видно там или нет не знаю сейчас так сделаю чтобы себя видеть что я там показываю этот рифтомид лучше всего что он у меня заклинил вот так как какая гадость там дальше у нас получается струя но он в принципе но он в принципе сейчас несет посадил червя опарыша делай забросы оп 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 даже даже можно чуть-чуть подмотать вот все вот так вот отлично сейчас покажу как выглядит от первого лица моя рыбалка во а все забываю что у меня камера сломана сломана вяленький вяленький глубина здесь где-то 3 метра получается у нас это и кстати как здесь твою блин под коляску а я смотрю что-то какая-то хрень несуразится как говорится несусветная офигеть ребята офигеть знаете что это за рыба усатый смотрите это вьюн вообще это мой первый вьюн на удочку я никогда не мог подумать что на удочку можно ловить вьюна вьюн или сом а может все-таки сом да не вьюн первый вьюн ну давай первую рыбу по традиции отпускаем как всегда чисто поле опять что люблю блин вообще ничего постой карман пустой такие поклевки прям дры 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 тры ты ты и ничего хорошего вот кстати извиняюсь за простуду на губе ну простыл гидрит его в дыхство говорю с температурой со всей херней и со всеми этими всем большое спасибо кто соболезновал вместе также маргарите николаевне ярославу николаевичу за поддержку канала ну а всем хейтером кто там пишет какие-то гадости или глупости идите нахуй не ребят да ну и нафиг вторая рыбка кто есть пескарь салиль ёрш блин захлотил гад пойду за этими защипцами да кстати интересующих по поводу работы вот блин наверно отсвечу сейчас я как-нибудь тут это поудобнее сделаю чтобы было видно вот скинул мне фото ну понятно да короче спустя два месяца выяснилось что я сломал машину спустя два месяца как я ее уже отдал типа что я еще пятьдесят две тысячи должен я говорю господи как я уже устал от этих всяких лживых лицемерных хитрых людей что уже никаких нервов бессонных ночей не хватает я все просто я человек такой все близко к сердцу воспринимаю я говорю давай тогда уже мне двадцатку и отдавай мою карту тахографа я буду уходил ну и так ухожу как бы да давай хотя бы двадцатку на проезд на первое время в беларуси потому что я сейчас хочу посмотреть беларуси испытать там устроиться я уже посмотрел как там работают интересность будет так вот думаю такой контент потом там в польшу да и загран сделаю ну и вот так вот для разнообразия сучу россию все все прошли как поет красиво да молодец салавушка но сейчас не знаю сейчас вот жду как чё и павел дальнобой республики беларусь жду вот я должен где-то с ним буду встретиться скоро и перед на перекладных поедем с ним на фуре и там у нас будет едовой дальнобой ну и в дальнейшем кто все интересуется едовой дальнобой ну конечно же он будет куда он денется это же как бы кладезь нашего канала я и сам уже по нему соскучился просто со всеми вот этими вот нервотрепками передрягами ну одни переживания да кто-то там кому-то может пофиг кому-то нет но когда ты блин два месяца работаешь не спамши не жрамши блин и все на совесть да как бы в чем-то еще там без суточных пытаешься наоборот блин закинул как ну ядрит твою вдышну еще и тут зацепила ну не везет так не везет ребят по жизни не везет но как говорится не стоит впадать в отчаяние три крючка у нас еще есть пойду отрывать блин да что ты опять что-ли пешкарь ух ты блин пюсатый хрен да нет это не вьюн это не вьюн ребят кстати вьюнов я готовил курить тоже пытаюсь бросать в белоруссии начну там заниматься уже спортом шов мой зажил вот чё это за рыба напишите пожалуйста но это не вьюн ну готовил я вьюнов но не такой он даже не скользкий пескарь мне кажется иди стране господне блин короче решил посадить горох я думаю на горох ты не должен блин пискарь этот меня мучить посмотрим блин горох такой вкусный хоть самому его дегустируй какой подойдет фиг его знает на горох тишина кальмар комар пропал началась мошка уже глаза все от нее просто блин выбаливают все наверное спиннинг буду снаряжать вон там коряжки пойду покидаю а тут пока пусть стоит горох да и там кстати сказал марина на самом деле маргарита николаевна тебе тоже большое спасибо за поддержку за комментарии за все не на горох нифига чисто червячный попробую может лечь позариться без подсадки опарыша блин машка вообще капец а еще червячными руками и вон туда пустите глаза хрен протрешь надо брать с собой пшикл какую-то на одного червя что-то вообще нифига в общем снабдил спин мэпс мой излюбленный пойду попробую гизя потягать что то есть тоже не тягается тишина вообще полная и в общем от ловился ты в общем от ловился до сломалась до русла далеко чуть кидать там зашел цапах погонял но поклевок не было ни на бутерброд не на опарыша не на горох ничего дорожку туда где вот эту вот она туда не до кидаешь а здесь и течение сильные очень ну я ща куда пойду дальние никак не попробуй может на вертушку чего-нибудь хотя чуть даже не видно пока всплеск хотя это не факт видел под тем берегом как раз вот берег крутой что-то плескал развил когда два раза крутанул что-то ну ну сейчас мы туда сходим или окунь или вот типа езя вот чего-то того езя нам надо езя но не щука это было но ты домой дай но я чуточку этому катушка это без кого смотал она но он ту возьми червь опарыш коров не поклёвки в общем не знаю сколько время сейчас один какой-то ходил там типа бомж бородатый все время спрашивал сколько времени сколько времени нравится часы хорошие дарю подарил мне часы хрен бы с ними в общем все здесь это оставляю тут думаю никто не возьмет пойду попытаюсь счастье со спиннингом прикиньте все-таки какая воинская подготовка у меня кстати погранцов с прошедшим еще раз сейчас летала вот это вот едкая тварь которая называется шершень он бьет сшибая с ног так он кажется маленьким и я его короче сшиб блесной это пух готов готов при места такие прямо прямо сил да и так таскай так таскай но хрен там плавал пока недалеко ушел вернулся проверить удочку вообще не тронут ни червь ни опарыш одна мошка комарьё и шершеньё я вот чё думаю воды много мэпс он слишком верхом ходит думаю выбрать какую-нибудь вертушку поинтере его какая хера путала смотрите вообще 6 ай блин уж на такую если клюнет есть то есть настоящий сейчас ее поставлю мошка блин просто просто одолевает нереально даже в этот фумигатор не помогает блин вот мошки вот чего они лезут в глаза чего они от меня хотят я не понять не могу конечно вот это вот блесенка интересно играет нормально лопасть такая щуку поймать можно мне кажется что сейчас преимущественно на мелкую езя вот одену такую вот она более оляпистая так сказать сейчас ее продзондируем места то вот да прям вдоль бережка тени тащи но ну вообще ну вообще я не знаю что наверное еды сейчас очень много у рыбы и очень много кстати в клепяков скам районе там дохлый потравленный как будто потравили чем-то что-то спустили может быть или кто-то спустил но что-то что-то не так играет вообще офигенно я чую когда я приеду и завтра проснусь у меня морду будет как у грёбаного винни-пуха надеюсь она до минска отойдет буду как китайца китайца все вставляется все вынимается ой блин ядрить твое вдышло много воды очень много воды и не уходи что мало воды то много воды иди блять лови замотался я идти надо хоть пожрать попить кто-то гаркнуто а дегустировать мы будем вот такую штуку разогрел и съел готовое блюдо сделано в германии виктору борхарду привет гессалу привет я макс тоже путаю забываю потому что блин китайский кисло-сладкий суп и как раз китайцам привет сейчас меня еще мухи до курс до грызут и все и настоящая китайца так а греть я их хочу подогреть все так я жить не собака какая-то у меня есть вот эти они из сухпайка я вот думаю получится поставить эту шайзу или она упадет не значит попробуем я пока блесну крутил кстати все куленки замучил ну мошки а кто вас выдумал то зачем за что нагнал на нас кару божью господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно ну что без ножа не открыть а а нет но что есть идти далеко два метра так они уж наверно социрели конечно все попробую ну не пей же разжигать до чтобы эту банку китайской китайского зелья отведать блин ну да они уже лежат наверно еще с времен великой отечественной войны вот так народ так они таблетки то знаете такие желтые спички чиркни таблеткой об яичке вот тебе и спички не сейчас один момент прям секунду секундочку и все будет заодно возьму этот сразу ложку на земле все чисто таблетки военный стратегически ой таблетки эти конфетки как спички китайская она в принципе не холодная если совсем лень она не холодная вы этого не видели блин там есть свой черкаш ладно уж будем все делать по фильтшую черкаш посмотрим разожжет нет а это наверно открыть лучше чуть-чуть приоткрыть пошел запах surströmинга блин что пошла гореть блин так все это так все это пока настоит если честно разогнуть на конечно вот эти штуки они не для этих банок таблет получше как раз распалим а это прям можно на зиме видите все приходится дорабатывать какой-нибудь медведь не пришел шатун и не отшатал пошла жаре ханьки блин мне кажется это просто отсыревшие таблетки она желтая отсыревшие таблетки есть попробую и так разжечь и туда положить это неизвестно еще осилит эта таблетка белый какая-то он черкаш подсыревший короче я сейчас буду есть эту банку а эта штука пошла к черту только спички перевел ну ладно это оставим для стратегических запасов чуть-чуть она же погрелась ведь чуть-чуть постояла ну чё продегустируем давайте как называется эта шляпа так флюпинг супинг китайская снадыть кисло-сладкий сейчас буду дегустировать а чё внутри мясо нём внутри что-то ничего такого мясного нет походу китайцы не любят мясо а я люблю мясо суки мухи ну чё ли пинг флиппинг слиппинг помпс блин даже как будто там суки пошли отсюда а то я вам сейчас в глотку затолкаю этот суп это я не вам рыбачьте рыбачьте честно сказать честно сказать единственно что он острый овощи в разных пропорциях лук побеги бамбука побеги даже не могли сам нормальный бамбук положить одни побеги надо им тоже изобрести ботва от моркови зато птички поют хорошо прополотая картофель хорошо во блин ну это вот наверное это побеги да сейчас я чую после этих побегов я побегу они жесткие и острые сделаны в германии но ведь немцы не могли туда лучше две своих этих баварских колбаски бы затолкать а хрен с ним одну я бы им наелся а это полный флиппинг ах тут просил показывать еду в камеру вот она какая озорно переливается надеюсь что потом она будет блин такую чушь что там даже тараканы а я не дочитал в древесные черевоугодия а в древесные черные грибы му-ер может они какие-нибудь галлюциногенные я все могу сожрать я скоро кстати поеду есть мадагастарских тарантул ну как скоро как нибудь ну вот томатное пюре это нормально ростки бобов мунх ну почему нельзя бобы положить а зачем ростки это вот это издевательство это глумление над нашей личностью по любому они сами такую шляпу не жрут ростки сейчас дальше посмотрим знаете когда пробуешь наше блюдо там типа чуется тут там на званом ужине да они сидят да отстаньте мухи я ну прошу вас суки там типа ага чую тут вот укропчик чую свининка вредит пошел но побеги бобов и побеги бамбука плюс древесные черные грибы древесные для меня только сейчас дошло то есть они даже не нормальные грибы а с дерева наковыряли вот эти как у нас чага да шняга древесные дальше что здесь ой блин кукурузный крахмал соевый соус не могли кукурузы положить крахмал усилитель в клусы даже яйца молоко и сельдерей винные добавки о ага винные добавки мука пшеницы загуститель гуаровая карамель специи содержит горчицу подкислитель лимонная короче полное говно да ну все подряд походу что у них было то они туда и забодяжили чтоб не выбрасывать и все подряд и 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 отец ушел вот они черные древесные грибы вот они я думаю вот я чё чё вы думаете я дожираю это блять ну вот этот вот побег бамбука это это просто детям думал кабан раньше вот тут вот мы кабана встретили и бежали и удочки побросали и галошку бросали а это оказалось бревно в болоте ну мы маленькие еще были лет по 28 такие молодые мне ребят нет нет и еще раз нет 400 грамм печевая ценность хотя бы получили мы хоть какие-то витамины с этой шайзы но как раз немцы прислали мне шайзу белки 1 грамм зашибись жиры 1 грамм углеводы 6 грамм на 100 грамм тут 400 грамм то есть всего лишь 4 грамма вонючего белка да я под ним яйцом бы доелся по и по ходу больше запивший его березовым соком извините замок но нет гекузора ставит этому блюду один и не знаю сейчас попозже могут минусы пойти китайской снадочки но если приезд в принципе нормально чем-то знаете наше лечо напоминает из-за томатной пасты наверно а это живот я думал медведь сразу тут же заурчала мгновенная реакция преступление и тут же наказание не ребят поддержите меня хотя бы лайком или комментарием но я ухожу в запас по моему даже плесканулась но вот блесенка вообще офигенная но в данную минуту я могу сказать только одно рыбонька рыбонька я на пять минут отлучусь мне надо бы на вон там отдохнуть рыбонька рыбонька надо в туалет очень был не свежий ланге вот что удивительно что даже вот обычно хотя бы мелкий окушочек но вот кувшиночкой вот здесь берет вот здесь глянем ну так себя кувшинки обкидаю да пойду к удочке может она уж уплыла давно вот кстати так вот вдоль кустиков какая-то активность наблюдается но рыба взять не старается блин у меня бурлит и ему все пугаю и по моему где-то там вас были всплески но как туда добраться это в общем дошел уже хрен бы его знал куда видел один как бы отход от воды от берега там чуть какие-то стуки пойду а то у меня там все дефига шмоток либо у меня начались уже глюки от этих китайских грибов и тут со мной приключились видение иду к удочки блин погодка смотрите как распогодилась мне все искусали уже все глаза мохи мухи и сейчас проплыли две голые туристки на байдарке одна из них был мужик отошел к деревьям вот тут вот в таком закуточки два раза прям балла активности одна мне показалось что за моей блесной сейчас буду сидя высиживать ее три раза вижу какую-то активность если это есть возможно ему не нравится слишком маляпистости такой плавник он любит обычная ловил когда который тонкий плавник где-то он был тонкий вот вот он он нет него самый-самый тоненький маленький вот либо maps аглая тройка где-то я видел не было еще шумовушечка его взять смотрите тоже тонкий и оляпистый ну как зеленый такой принципе переливной да и на солнце думаю будет нормально циклировать он может приманить шумом и он тяжелый сейчас попробую то и то коробку убирать не буду все приземлился здесь и прям сидя туда херачу этот отпадает отлетает сразу в отсечку практически не работает практически не играет ставлю maps блин уже все сложил думаю все хватит пойду нет раз место но не могу не остановиться и не бросить и так постоянно вот и пришли к удочке ничего посмотрим если тут хоть что-нибудь за наше время отсутствие ух ты ребята что-то хорошее ой блин ой блин походу большой ушел а это в замес себя посадил либо зачет затянул но вы видели какой сопротивление дал лопырь нет как говорится рыбы и от не рыба блин а сопротивление дал я уж думал но неужели но неужели что-то там в теме шелся друзья ну для коллекции что сегодня вроде что-то поймали и за как и как это говорится за энтузиазм а по предмету неуд а по размеру неуд точнее вот ну что ты были но вот чем это неудобно все время наматывается перематывается конец смысле удочки ну чё сейчас насадим устал пока шел и уже что-то гремит смотреть туристов кстати много стало плыть а вы видели сопротивление но как этот кто-то говорил хапнул хапнул адреналин чека но увы ах какая красота но надвигаются тучи и мне в уши наползли муравьи по ходу дела в огры махает но громыхает это не значит что всегда будет дождь совершенно не факт смотрите у меня тут солнышко а там какие кренделябры но дождик идет конечно такой но я надеюсь что ветер дует в ту сторону да в ту сторону поэтому я думаю может быть минует и в дождь выйдет огромный лещ но на всякий случай я уже в рюкзак там все замуровал телефон херон пакет что так и гремит и молния но я в принципе в резиновых этих штиблетах блин какая-то мелочь вот мелочь крупные рыбы почему это не мая смотреть как там хорошо хотя гремит оттуда но идет он проходит проходит надеюсь что пройдет единственный минус что ветер нихрена не видно поклевки пока обходит ветер зато комаров нету вообще хорошо то глаза от мушек до сих пор болят до дождь в принципе клёво нет гремит молнии видите удочку собираю сидя то что один рыбак собирал ее стоя и его убила молнии к чертям собачьим и это правда хоть она углепластик но как-то его пробило через мокрую леску что ли но была такая байка то ли байк то ли нет ну ну ее нафиг и даже лечь могу мне жить еще в минск ехать умирать совсем никак нельзя мне сказали помрешь убью вообще вот такая вышла у меня рыбалка что ж глаза теперь не открываются тут вот все это но она того стоила я считаю стоило сачка за ваше здоровье с бисквитиками заесть в общем всем спасибо друзья за поддержку мы еще увидимся не сдаемся только вперед часа два прям проспал пока не замерз все-таки лучше знаешь говорится когда болезнь болеешь все-таки сон организм он сам его не обманешь то есть он сам тебе в сон отправляется то что сону лечит блин все уехали один остался ладно время у меня есть полечусь надеюсь что все будет нормально картошка в чешуе не знаю почему прям спросоне назор давай еще все таки этот отдаст эти вонючие 20 тысяч нас не отдаст займу и мы поедем с вами в минск блин надо усиленно сейчас лечиться сегодня какой даже число не знаю 12 сборная будем болеть против бельгийцев тяжело но будем болеть я думаю что будем болеть ну то что вы покрышь картошка прямо в мундире и с салом когда болеешь говорю она три дня вообще не ел вообще лежал в поту все мокрое блин и температура такая все нюхал что чую как запах пахнет а то тоже знакомые заболели владимир марина крупинины поправляетесь всей семьей там болеете здоровье вам крепкого а то тут горе тут все это а кто-то спрашивает пил ты выпил ты пил вы знаете что на это хочется ответить тебя ебет тут и хрен разница может хоть ужираться хоть упиться дело каждого человеком надо быть а его я так сказал а а здесь в синях кстати не так холодно как там тут кстати намного теплее чем там давай пока покажи можешь его на руку так будет поймать блин да смотрите два явно это есть специально бросил папа на пруд сходил да вот блин я сначала думал то блин откуда же они в пруду мы тогда красноперок запускали сюда да вот думал красноперки а может они сродились красноперка и карась и получились линьки да линьки типа то карась вон какой вот какой крупней он нормальный я назад я тебе принес показать уже растут конечно назад отпустим куда тут и дела до чудо удивительное чудо природы сколько у нас 20 градусов показывает блин глаза где открываются мне кажется будет хуже да от моих от этих потом или нет до дождик хороший влил сегодня было ясно знать завтра будет бомбом дождь ванну прям полом налил остальные не знаю видать не видать живут караси хорошо живут малую так жерлик поставить еще счет прям сразу оленьков пойду выпущу в пруд блин глаза вообще ну чё линьки давайте пониже чтобы не ударились все нема нема так мы в этот пруд часто говорю выпускают и раков выпускали маленьких но пробовали ставили на раковку они попадаются красноперку тоже не попадается вот откуда-то взялись теперь линьки но блин классно будет если вырос все гремит и гремит пока дойдет весь вид все равно хорошо птички воздух благодать место силы места глухие у меня деревня она прям самом лесу и 800 метров про лес нет ни магазина не сотовой связи ничего нет как говорится отдыхает душа отдыхает тело разум мысли не сравнится то иметь такие места блин надо их ценить и поэтому я так и категорично иногда бываю групп порою не за того что я какой-то злой человек а из-за того что просто это мое за свое за семью как бы надо убивать грубо говоря любого кто пытается ее причинить ей вред а а вот он дом раздумий даже лампада как хорошо вечерком под лампадой посидеть здесь почитать подумать